Шумбрачи, Вечки, Вейкс, Ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа Шумбрат Раф и я, ее ведущая, Татьяна Родионова. Мордовская культура Мордва является самым многочисленным среди финно-угорских народов России. Откуда же взялось название Мордва? Интересно, что впервые термин Мордва встречается у готского историка Иордана в V веке. Он упомянул в документах такое название народа, как Морденс, что означало «человек, мужчина». То есть Мордвой народ прозвали «соседние племена». Группе финно-угорских народов, к которой относятся Мордва, принадлежат также, например, финны, эстонцы, карелы, вепсы, ижорцы, води, саамы, марийцы, удмурты, коми, венгры, ханты и манси. Ну и после такого небольшого экскурса в историю вернемся к современной культуре. Неоднократно в нашей программе мы представляли национальное музыкальное творчество, но в основном речь шла о взрослых музыкальных коллективах и исполнителях. Но в нашем регионе поддерживается и детское музыкальное творчество, например, на конкурсе «Эргене», который проходил в конце октября. Давайте посмотрим сюжет с этого конкурса. Те, кто пришли на конкурс «Эргене» в ЦК «Патриот», в полной мере смогли познакомиться с национальной мордовской культурой. Ульяновские педагоги и воспитатели провели мастер-классы по рисованию национальных узоров и конструированию кукол из бумаги. Также гостей и участников конкурса познакомили с мордовской кухней. Это одно из многих мероприятий, которое напоминает жителям Ульяновской области других национальностей о национальности МАР-2. Мы показываем все свои лучшие качества здесь на сцене, особенно это удается детишкам. Вы сами понимаете, дети – это наше все. Творческий конкурс прошел в формате концерта. В нем приняли участие более 106 ребят с разных уголков Ульяновской области. Возраст от 6 до 15 лет. И всем участникам конкурса мы говорим «Шумбрат», что переводится «Здравствуйте», «Располагайтесь», «Показывайте свои таланты». Сегодня собрались различные коллективы детские с муниципальных образований области, более чем с 10 муниципальных образований. Приняли участие в концерте и малыши. Воспитанники детских садов показали творческие номера под руководством педагогов. Наш коллектив называется «Маленькие звездочки». Сегодня мы выступаем на конкурсе с песней «Кавтотерат». Сегодня в коллективе у нас всего 10 человек, сегодня выступает 6 человек, 3 девочки и 3 мальчика. Я как солист запеваю, они хором поддерживают меня. Выступления у ребят получились зажигательные и яркие. Мордовские народные песни и танцы не оставили равнодушным ни одного зрителя. Участники «Эргени» соревновались в трех номинациях – хореография, вокал и театральное искусство. По итогам конкурсов каждой номинации определили по три победителя. Отдельные коллективы были удостоены гран-при. Юлия Руднева, Марат Мигдеев, Уллправда ТВ. Много раз в нашей программе мы обращались к теме «Сохранение и изучение родного языка». Отрадно, что в настоящее время организуется много образовательных мероприятий, посвященных изучению родных языков. Одно из них проходило с 25 по 27 октября в Саранске. На протяжении двух дней педагоги обменивались опытом, обсуждали эффективные практики преподавания родных языков в современной школе, возможностями использования современных методов и эффективных приемов обучения родному языку и литературе, формированием этнокультурной образовательной среды. На форуме рассматривали также воспитательный потенциал уроков родного языка и внеурочной деятельности по учебному предмету «Родной язык». Культурологический подход в преподавании родного языка и родной литературы. В форуме приняли участие более 120 преподавателей из разных регионов России. Сегодня у нас на программе представители делегаций Ульяновской области на форуме в Саранске, преподаватели родного языка Еделевской средней школы Кузоватовского района Лилия Князькина и Татьяна Барсукова. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о своей педагогической деятельности и что вы преподаете, и сколько вы уже работаете? Я работаю учителем родного ирзянского языка и заместителем директора школы по воспитательной работе. Я закончила Ульяновский государственный педагогический университет имени Ульянова, физико-математический факультет по направлению информатика. Я по национальности мордовка-эрзя. В школьные годы моим учителем родного ирзянского языка была Качаева Анна Петровна. Она учила нас любить свой язык, гордиться своей национальностью, чтить свои корни. Полученные знания в школьные годы помогли мне в начале преподавания. В прошлом учебном году я прошла курсы повышения квалификации по предмету. Мой стаж в качестве учителя родного языка второй год, но уже сейчас я понимаю, как важно передавать знания подрастающему поколению, научить их с гордостью относиться к своему народу. Татьяна, вам слово. В средней школе села Еделево я работаю с 2022 года. У меня высшее юридическое образование. Закончила Самарский государственный экономический университет. Прошла переподготовку по специальности учитель родного языка. Обучение родному языку – важная часть погружения ребят-школьников в национальную культуру. Дорогие преподаватели, вы были на форуме. Расскажите о самых интересных мероприятиях. Форум проходил в течение двух дней. В первый день мы стали участниками круглого стола «Профессиональные объединения педагогов. Опыт регионов». Это была площадка для молодых педагогов родного языка и родных литератур. С целью обмена опытом и обсуждения проблем, общения вживую, оценки достижений коллег, обсуждения конкретных ситуаций. После этого состоялась сессия прогнозирования, воспитательный потенциал уроков родного языка и родных литератур. Большой интерес вызвало выступление Александра Данильчева, учителя эрзианского и макшанского языков, лицея номер 26 города Саранска, кандидата филологических наук. Он рассказал о воспитательном потенциале учебного предмета «Эрзианский язык» в поликультурном общем образовании. В своей работе учитель проводит с детьми различные формы работы, в том числе словесные дидактические игры. Условия игры варьируются в зависимости от образовательной задачи. Уроки в форме квеста всегда интересны детям. И было, например, сказочное путешествие по Мордовии, маршрут которого учитель разрабатывал совместно с учениками. Чтобы пройти по этому маршруту, детям потребовался сбор дополнительного материала. А после экскурсии ребята делились своими впечатлениями. В рамках второго дня форума мы были участниками мастер-класса. И наиболее интересным, красочным мне показался мастер-класс по изготовлению элементов стилизованного украшения. Сюльгамму. Женское нагрудное украшение, служившее застежкой ворота эрзианской национальной рубахи. Лилия Анатольевна, Ваша программа занятий называется «Культура моего народа». Я предполагаю, что Вы не только изучаете родной язык на своих занятиях. Чем же Вы еще занимаетесь? Действительно, на занятиях мы занимаемся не только изучением родного эрзианского языка, но и знакомимся с произведениями мордовских писателей. Например, знакомясь с творчеством Валентины Ивановны Мишаниной, у ребят возникло желание исценировать ее произведение «Серебряная ракушка». Первыми оценили творческие способности артистов участники районного методического объединения учителей эрзианского языка, которое проходило на базе школы. Потом учащиеся выступили на областном фестивале «Сиянь Баягинить» в переводе означает «Серебряные колокольчики» и стали победителями номинации «Фольклор – лучшая постановка». В прошлом году с обучающимися пятых-шестых классов изучали особенности танцевального искусства «Мордвы Эрзи». Летом 23-го года танцевальный номер «Народный хоровод» был удостоен дипломом второй степени на межмуниципальном фестивале детского творчества «Симбирский край. Земля отцов». Ежегодно школа организует региональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Сельская глубинка», на который направляются до 100 работ. Наши ученики принимают активное участие, встречаются с гостями, готовят и представляют свои проекты. В работах детей отражены как хорошо известные, так и малоисследовательные страницы истории Симбирска-Ульяновского края. Совместно с ученицей Смолобочкиной Светланой подготовили проект «Этнография моего села», который был посвящен народным умельцам нашего села. И эта работа заняла третье место. А с Зининой Анастасией разработали исследовательский проект «У войны не женское лицо». Мы собрали материал о женщинах нашего села, которые защищали нашу страну в годы Великой Отечественной войны. И ее работа заняла второе место. Татьяна Николаевна, а есть ли какие-то достижения у Ваших учеников? Чем Вы можете поделиться и похвастаться? В этом учебном году мы с ребятами участвовали в Международном фестивале языков «Много народов, один мир» в различных номинациях. Конкурс видеороликов на тему «Какова страна, таков и обычай», участие в видео-челлендже «Вкусный привет» и очное участие в нашем театральном представлении «Табор дружбы». Дорогие друзья, тему языкового образования мы продолжаем рубрикой «Профессионалы о секретах языка». Я Вас познакомлю с самыми употребляемыми словами и фразами. Начнем. Ушотано. Начнем. Первое слово, которое мы должны запомнить. Шумбрат. Здравствуй. Шумбратадо. Здравствуйте. Шумбра Валске. Доброе утро. Шумбрачи. Добрый день. Шумбрачокшне. Добрый вечер. А теперь давайте попробуем построить предложение. Монпек кенярдан мартот вастово мантень. Я очень рад встрече с тобой. Кода тонь теветь. Как у тебя дела? Васту Мазанок. До свидания. До встречи. Вот мы сегодня и выучили приветствия, которыми можно обменяться при встрече. Сюкпря. Спасибо. Дорогие педагоги, спасибо вам большое. Спасибо за впечатление о форуме. За неподдельный интерес к мордовской культуре. Сегодня я прощаюсь с вами. И надеюсь, мы не последний раз встречаемся в этой студии. До свидания. До свидания. Васту Мазанок. Дорогие зрители, а я напоминаю, что наша программа выходит по пятницам на канале AllPraudaTV. В записи всегда ее можно посмотреть на сайте AllPrauda.ru. До свидания. Васту Мазанок.